Город комфортный для жизни. Лидер по объему инвестиций и темпам строительства жилья. Краснодар ежегодно ставит один рекорд за другим, попадая в рейтинги лучших городов России. Удерживать лидерство нелегко, признает мэр Кубанской столицы. Владимир Явланов сегодня в очередной раз отчитывается перед горожанами о своей работе на выездном расширенном заседании Городской думы. Меньше месяца тому назад мы провели исследование восприятия горожанами условий жизни в Краснодаре. На вопросы социологов ответили порядка тысячи жителей краевой столицы. Три четверти горожан удовлетворены жизнью в Краснодаре. 55% опрошенных признались городу в любви. Каждый третий участник исследования назвал наш город лучшим в России. Более 30% опрошенных сказали, что гордятся тем, что живут в Краснодаре. 78% горожан не хотят переезжать из Краснодара куда-либо, даже если бы им предоставилась такая возможность. Я считаю, что это высокая оценка, в том числе и нашей работы, но одновременно и огромная ответственность. Растут доходы городской казны, низкий уровень безработицы, средняя зарплата в Краснодаре 34,5 тысячи рублей. Это те самые показатели, по которым судят о работе городской власти. Но не менее важны решения других вопросов. Болевые точки краевого центра хорошо всем известны. Пробки, отсутствие парковок, самострой, ветхое жилье. Все эти проблемы в своем выступлении обозначил Владимир Явланов. Доклад получился самокритичным и цельным. По мнению губернатора, все, что сделано в городе за последнее время, в том числе огромная заслуга мэра и его команды. Но тем не менее остаются еще целый ряд проблем, которые необходимо решать, не откладывая в долгий ящик. Реальность такова, что сегодня мы имеем город, который попросту задыхается в пробках, отсутствие парковок, где половину общественного транспорта нужно просто выбросить на свал. Где новые микрорайоны нуждаются в детских площадках, мощных инженерных сетях, красивых сферах, зонах отдыха, детские сады, школы и так далее. Где, к сожалению, по сей день процветает самовольное строительство, застройка и центр, где напоминает порой трущобы. А рынки вообще привет из 90-х. Это совершенно не соответствует тому уровню, тем стандартам и тем задачам, которые мы ставим перед собой. Правда, глава региона тут же оговаривается. В одиночку решить город все проблемы одномоментно не сможет. Именно поэтому больше месяца назад был создан краевой оперативный штаб по типу сочинского, откуда координируют все работы по реконструкции Краснодара. В его составе участники олимпийского проекта, лучшие специалисты, строители, инженеры, архитекторы и многие другие. Но задача не стоит сделать краевой центр под копирку Сочи. У кубанской столицы должно быть свое лицо, свой архитектурный стиль. В то же время горожан призывают не быть просто сторонними наблюдателями, а активно участвовать в реконструкции города. В зале представители ТОСов, общественных организаций и бизнеса. Именно к ним обращается губернатор. Ведь от каждого зависит, в каком городе мы будем жить. Я призываю и бизнеса, и инвесторов. Надо навести порядок у своих гостиниц, у своих лариков, магазинчиков, офисов. Где-то поштукатурить, где-то подкрасить, где-то поменять фасад. Потому что за счет бюджета мы это не сделаем. В Сочи было отреставрировано, отремонтировано крыш фасадов, более 10 тысяч домовладений. Это было сделано все силами и городского бюджета, и 50% силами инвесторов, предпринимателей. Но это все делается для нас, для горожан. Мы украшаем свой город. Мы создаем среду, удобную для жизни. И потом эта же среда, она меняет людей, ментальность людей. Нельзя сорить, нельзя бросать мусор, нельзя ругаться. Надо беречь свой город. Высаживать красивые деревья. Столетние дубы, платаны, липы. Они просто колючки и тополя. Больше хвои в городе. И чистит воздух, и зимой она выглядит совершенно по-другому. И к этому нужно стимулировать людей, работать. Это касается ТОСов, глав районов. Каким в ближайшем будущем будет Краснодар, можно уже сейчас увидеть на пересечении Красной и Северной. Это экспериментальный участок, чтобы горожане оценили и внесли свои предложения. Новая тротуарная плитка, заборное ограждение, отремонтированные подземные пешеходные переходы. Это лишь малая часть большого ремонта. Жители столицы Кубани отмечают, город меняется на глазах. Есть чем сравнить. Очень интересно, конечно, озеленение, тротуарная плитка. Облик города преобразился. Настолько сейчас современно, настолько приятно ходить. Фонтаны. Ну, такого не было раньше. Было не очень хорошо. Сейчас на улице, просто по улицам приятно очень пройтись. И глаз радуется, и душа. Отдельная задача, которую ставит губернатор – облагородить парки и скверы. Зелёных зон в городе должно стать больше. Просит обратить внимание на состояние парка «30-летие Победы», который выглядит неухоженным и бесхозным. Как вариант, предлагает обустроить пляжную зону и, возможно, построить фонтаны. Слухи о строительстве жилого дома на месте заброшенного аквапарка Александр Ткачёв категорически опроверг. Параллельно глава региона попросил архитекторов продумать внешний облик сквера у Вишняковского рынка. Улучшить экологическую ситуацию в городе помогут не только парки. Наряду с этим власти надеются в будущем пересадить горожан с личного на общественный транспорт. Для этого в том числе ведётся работа по замене автобусов, трамваев и троллейбусов. В качестве эксперимента уже создаются и выделенные полосы, чтобы маршрутки и автобусы ходили без пробок. Не лишним, считает губернатор, продумать ещё и внедрение полос для велосипедистов. Любой европейский город, безусловно, отличает возможность людям перемещаться на велосипеде. Мы видим сегодня, как молодёжь, и не только молодёжь, это тренд сегодняшнего времени. Считаю, что улица Красная от храма Александра Невского до Авроры, особенно в выходные дни, должна иметь велосипедную полосу для того, чтобы люди максимально могли перемещаться, а не ездить по тротуарам и по головам прохожих. Я это почувствовал, когда с семьёй просто прошёлся по скверу, уже в районе политеха и так далее. Невозможно идти с семьёй, с детьми, ну просто это небезопасно. Нужно задуматься о создании новых трамвайных маршрутов, говорит губернатор. Жителям Гидростроя, Восточно-Кругляковская, Московская, Ростовского шоссе трамвай необходим как воздух. И вполне можно замахнуться на такой дорогостоящий проект. Край готов рассматривать предложения мэрии. Ещё одна проблема, о которой не сказал мэр Краснодара – обилие стритрейсеров и огромного количества ДТП со смертельным исходом. Только в этом году в Краснодаре в дорожных происшествиях погибли 30 человек и 295 были ранены. Стало больше разбойных нападений и грабежей, в том числе и возле ночных клубов. Кто-нибудь был и видел, что творится ночью на улице Красноамейской, где засилие ночных клубов. И, честно говоря, я испытал определённый шок. Всё заставлено машинами, везде ошалелая, нетрезвая молодёжь, которая лезет под колёса. Куча агрессивных людей и, самое главное, ни одного полицейского патруля. Ни казачьего, никакого. Вообще. Как будто этой темы не существует. Как будто это какое-то гетто в Нью-Йорке или в Лондоне. А потом мы ужасаемся. Откуда у нас разбой, откуда поножовщина, откуда эти преступления. Этот бардак надо прекращать. И я требую от руководства города, полиции города, казачества, а я дам поручение краевой полиции, навести порядок, сделать серьёзное усиление. Мы говорим, Краснодар должен быть безопасным городом. Значит, надо делать так, чтобы наши слова не расходились с дела. Краснодар растёт и развивается. Это значит, проблем будет ещё немало. Одна из них тоже требует внимания властей. Кубанская, или, как её называют, казачья столица, всегда отличалась своей индивидуальностью. Задача – сохранить уникальное архитектурное наследие. Важно спасти то, что ещё не успели уничтожить современники. Конечно, задача – сохранить его индивидуальность. Уникальное архитектурное наследие. Особую, такую краснодарскую, екатеринодарскую атмосферу. У каждого города есть своя душа. И многие приезжающие из Ростова, из других территорий, именно это отмечают. Атмосфера, прежде всего, кто её делает? Люди. А люди делают город, среду. И наши с вами предки сто лет назад, и, может быть, и более, не случайно, кропотливо врезали каждый узорчик, каждую лепочку. Посмотрите, какие красивые есть творения, искусства, архитектуры. Я очень надеюсь, что мы уйдём от многочисленных побелок исторических зданий. Очень жалко, что отдельное сооружение, некоторые памятники и архитектуры уже не восстановить. Они уже разрушены, они уже потеряны для нас и для будущих поколений. И, конечно, нам ещё нужно сделать так, чтобы нашим внукам и прамнукам досталось лучшее наследие. Вряд ли такой себе представляла столицу Кубани Екатерина Великая с обилием автомобилей, вывесками и рекламой. Многие горожане искренне переживают о судьбе родного Краснодара. И это хороший знак. А настоящая забота выражается именно в сохранении истории города и его традиций, считает Владимир Явланов. Завершая свой доклад, мэр Краевого центра неожиданно для всех выступает с предложением вернуть Краснодару историческое название. Патриотизм для абсолютного большинства наших граждан – не пустой звук. Любовь к родному городу, краю, стране – это подлинные чувства, это веление души, это традиции, заложенные с детства. Я думаю, что, возвращаясь к истокам, мы должны подумать и о возвращении нашему городу исконного исторического названия – Екатеринодар. Я убеждён, что большинство горожан меня в этом поддержат. Историческая справедливость должна восторжествовать. Как Крым вернулся в Россию, так и Краснодар должен вернуть своё исконное название, полученное с рождения – Екатеринодар. Это будет правильным. Мы должны это сделать, и потомки за это нам скажут спасибо. Исторически он был назван именно Екатеринодаром. Те, кто его задумывал, кто присваивал этому имя, они исторически имеют больше прав, чем мы сегодня, изменяя то или иное название или облик чего-то. 150 лет он был Екатеринодаром, и всего лишь 70 – Краснодаром. Я считаю, что мэр прав. Мы воспринялись большим воодушевлением, потому что эта тема уже не один год, и инициатором уже лет 15 назад ещё выступил митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. И вся церковь, естественно, поддерживает это предложение двумя руками. 2013-й был непростым, но в ближайшие 12 месяцев забот будет ещё больше. 2014-й объявлен годом Краснодара, но, как сказал мэр, решить все задачи по силам, вместе. Ведь рядом живут люди с богатым жизненным, производственным и управленческим опытом, которые не останутся в стороне от проблем краевой столицы. Евгений Вольский, Евгения Матвиенко, Денис Москаленко и Валерий Пятов, 9 канал Краснодар.